всем привет я александр соболев спасибо вам девчонки за вопросы сейчас постараюсь ответить на них серьезные там или не серьезно посмотрим саша привет привет пошел стереотип что у тебя нет техники ты же забиваешь очень красивые мячи слушай техники наверное нет просто получается случайно там что-то заковыряю не знаю кто-то говорит есть кто-то говорит нету поэтому не знаю почему так пошло на самом деле не считаю себя там супер техничным футболистом но каких-то моментах получается там иногда забивать красивые мячи не знаю может быть и действительно нет техники спасибо за вопрос дальше саша расскажи как ты празднуешь голы 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 в основном не знаю меня нет там какого-то определенного празднования обычно это просто вот когда забиваешься в голове у тебя там каши как всегда и что на ходу придумываю то и делаю как бы нет такого определенного что постоянно одно празднование ну и все головы конечно маме посвящать а вот то что вар был это придумал заранее до ворот был я думал об этом еще в том сезоне и все время хотел это сделать но никому все время забывал когда гол забивал и такого момента не было и вот сейчас получилось сделать есть еще одна заготовка я тоже об этом долго думаю ну думаю об этом праздновании но пока не был момент что отпраздновать именно так я думаю что дай бог в скором времени будет эта возможность саша назови свое самое сильное и слабое качество футболя самое сильное если банально говорит наверное это игра корпусом игра головой самое слабое наверное скорость не особо быстрее наверно ну вот если так говорит то наверно так даже я слышала что тебя сравнивают дельфином это потому что ты ускользаешь от соперников ну да да именно так можно сказать что от соперников вскользая но на самом деле я уже говорил что ходе инозавр хоть там птица ну кто угодно вообще без разницы на это не обращаю внимание но если так по иронизировать то до соперников сказать да но и нырять люблю конечно бассейне плавать очень сильно саша как долго адаптировался в жизни москве и с какими столкнулся трудностями на самом деле до перехода в спартак все время бывали на в москве там на выездах там и так далее москва вообще не нравилось потому что суета все время пробки какой-то ритм жизни такой все куда-то бегут ну как бы не особо нравилась москвой не хотел жить в москве а сейчас в в принципе я не вижу сейчас этих там пробок потому что живу рядом со стадионом как бы все доступности ну рядом там на районе что никуда там особо ездить не надо и и в основном не вижу это всей суеты но обычно это у меня обычный распорядок тренировка дом как бы до тренировки 10 минут обратно 10 минут но сейчас честно говоря москва очень нравится и мне хочется уезжать саша что очень высокий как рост помогает и мешает твоей обычной жизни но если в обычной жизни то таджикистане чуть нагинал сходили по трибунке а так до в повседневной жизни вообще никак не не влияет не мешает большой маленький принципе нет помню в детстве один раз шел и знак на дороге который висел и в него врезался это один раз вырую помню а так но сейчас вроде не мешает ничего нормально только единственно если в машине едешь там сзади где-то тогда вот коленки нужно чуть и в самолете кстати когда летишь тоже не очень комфортно саш почему у футболисты рано женится не знаю все рано женится за себя могу сказать что если бы если бы не женился бы столь раннем возрасте то наверное бы сейчас спартаке не играл бы потому что семья тебя мотивирует семья тебя держит и так далее но в плане того что да там есть какие-то деньги там небольшая слава там и так далее что можно отдыхать там кайфовать клубы там и так далее но я этого не делаю то что меня есть семья и я все время дома но это мне как бы помогло если бы не было семьи то могу честно сказать был бы кайфариком бы и ничего бы из этого хорошего не вышло а так есть еще раз скажу если бы не семья я бы не играл бы сейчас там где игра не было такой никогда мысли что не нагулялся нет ну как бы в 17-18 лет там шлялся где-то там в барнауле но если бы вы все так продолжилось бы в барнауле бы и остался бы а так вообще ни капли никогда об этом не жалел и пусть будет нагулялся расскажи как ты познакомился женой как ты сделал предложение познакомился с женой в разные компании на новом год пришли она в одной компании в другой и вот так познакомились ничего такого сверхъестественного а предложения да тоже ничего обычно просто говорю чему же поженимся там и так далее но и все но как бы вообще без романтики без всего там без лошадей поэтому вообще спокойно познакомили родители после этого и и все ну у нее была фамилия думая ленка в принципе как бы у нее выбора не было если бы она не соглашалась бы тогда бы ничего бы не было бы так шутки даже слушай даже не обсуждали это просто мне кажется это в россии идет как автомат смена фамилии и еще вопрос вот что ты сам можешь сделать по хозяйству а что точно не будешь делать и вызовешь мастера или специалиста да ничего не могу делать по хозяйству ну что потом прополисосит там посуду помыть но какие-то банальные вещи молотком гвоздь там забить но это элементарно там условно там какой-нибудь фильтр поменять там питьевой под раковину я уже не могу там поэтому иногда когда папа приезжает помогаетесь ну что-то сделать по дому а так вообще в этом плане топор ну я не знаю можете сказать или нет рукожоп поэтому вообще ничего не умею делать только чуть-чуть ногами умею все саш ты умеешь готовить или кухни занимается жена и какое у вас любимое блюдо готовить но так иногда что бывает дома чем-то придет мне в голову пришел приготовить что-нибудь а так в основном всегда готовит жена не знаю любимое блюдо ну такого прям что не могу ответить какое мое любимое блюдо даже там условно взять если там ну не то что домашняя еда вообще просто ну я все я мне все нравится и как джек саша можешь ли ты пойти в магазин женских вещей и купить жене подарок если да то какой наверное не могу потому что ну не смогу ну там какое-то украшение ювелирное да могу купить именно одежду нет не смогу даже 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 не думал об этом и не дай бог саша расскажи с вами сегодня кого он больше похож внешний характер внешне кажется вообще копия даже если брать мои детские фотографии его мне кажется тяжело даже отличить характером вредны наверно как жена такой не уступчивый там я все сам я все сам но я такой же в детстве был там проигрывать не любит там когда играем с ним там дома выиграть все время до слез потому что я не поддаюсь и такое все время тоже хочет побеждать но тут наверно в меня а то что вредно это каш жену сто процентов даже не обсуждается и добрый или строгий отец как ты балуешь своего сына как наказываешь не знаю нас надо спросить у сына но наверно добрый ну как сказать проблема наверно у всех спортсменов что сильно часто не видишься со своими детьми и когда всегда дома я никогда не ругаю но бывает конечно но в основном всегда добрый балую стараюсь не баловать там это игрушки там покупаю но стараюсь сильно не баловать чтобы не разбаловался а так вроде добрый не знаю наказывает жена получается да в принципе ну если так говорить то он такой воспитанный мальчик что в принципе мы но редко его там я думаю что мы вообще его не наказываем до ругаем ну за какие-то там момент но это тоже очень редко даже элементарно ему пять лет он встает утром сам заправляет постель идет там чистить зубы переодевается и в то время я там встал да простей не заправляют и так далее ну как вы в этом плане даже он как бы он такой более ну как сказать воспитаны что ли но что него что по факту ругать посмотрим конечно повзрослеет в школу пойдет так далее назови свое положительное и отрицательное человеческое качество положительное это не нужно просто все видят меня видят по телевизору на самом деле как бы я добрый парень никого никогда не обижу люблю пошутить отрицательное наверное немножко ленивый в плане не знаю плане там может быть дома там ничего не хочу делать там отдыхать и так далее с ребенком поиграть но не знаю наверное ну пусть будет ленивый и наверное немножко может вспыльчивый чуть-чуть прям но дома вспыльчивый опять же на поле в обычной жизни вообще могу ни с кем не разговаривать дней 15 привет саж назови фишку в своей внешности так не знаю какая фишка у меня внешность брекет сейчас поставил что еще не знаю наверно до этого были фишка были зубы кривые сейчас тоже кривые но брекетах пусть будет этот фишка все про мои зубы все время говорили но и сейчас принципе говорят пусть будет это саша у тебя хорошее чувство юмора расскажи про какой-нибудь розыгрыш в команде да постоянно кого-то прибиваем там раздевалки шутим постоянно вот эти вот которые есть ну и так из просто первое в голову пошло где полары которые есть надеваются вот там они у нас в раздевалках висят и там прячешь их специально чтобы он искал но условно это там самое такое банально может заставить тебя плакать что смеяться а что точно разозлит но если брать там жизнь там фильм из-за фильмов не плачешь точно как бы такой не знаю что мы не знаю про плакать не знаю смеяться то в любое время там всегда смеюсь и данной позитиве разозлить блин я в жизни не злой но есть на футбольном поле там проигрываешь когда судьи все вот это начинается опять короче поэтому в жизни я не злой что-то лучше умеешь делать хорошая машина у тебя петь или танцевать и часто ли ты это делаешь к счастью ни то ни другое делать не умею но один раз джика заставил меня там когда на сборах были спеть танцевать вообще не вообще ну смысле дерево такое что но лучше даже не показывать это никогда петь в машине могу когда никто не слышит попеть так мое вообще вообще дети джика заставил петь были в дубаях на сборе и новички пели и там что-то это было там условно 1 февраля я как раз ровно год спартаке я был и он меня под одну гребенку давай пой даже видел по-моему где то есть что пел знаешь ли ты вдоль ночных дорог шла босиком не жалей его теперь твоих руках не потеряй его и не сломай саша назови лучшую компьютерную игру настольную игру и игру на свежем воздухе компьютерная игра раньше играл в контра страйк сейчас начал играть в дот этом нереальный уровень каждый держу сидит в топ-10 в мире по рейтингу но там вообще бомба настольная игра вот мы да сейчас как раз играем в настольную игру смотришь как называется что луда там как-то как-то на планшете как-то луда что-то там луда king по моему мы играем в четвером я джика баринов и глебов там получается кубик бросаешь планшет надо там круг сделать их все в дом фишку завести там четыре фишки у тебя также рубить то можно вот мы сейчас там уже три дня в нее играем все становиться не можем 1 победу и победа глеб мне 130 уйти не отпускаю в угле и вот эти меня муж у меня на осталось а его оставить надо у него один вот лет погоник и его не очень отпускаю еще какая на свежем воздухе теннис нравится тоже проиграть можно в отпуске для тот же волейбол на пляже тоже можно поиграть класс саша расскажи про свой самый запоминающийся улог на рыбалке на рыбалке ночи с недавно был в астрахани ездил поймал не помню насколько точно сазан где-то там 9 чем-то килограмм был а так ну я не берут в рыбалку там где платные озера там больших там ловим там у меня есть фотографиях лусевич и лежит там ну так лег и рыба с ним в один этот там килограмм 50 она не знаю но это платная рыбалка это не то вот если из таких вот 9 килограмм сазана поймал любишь быструю езду и что может разозлить данную дорогу быструю езду то нет но особо быстро не езжу на дорогах взгляд каршеринг такси на принципе как и всех сообразно перестраиваются вот это вот все это не то что делаю была ситуация один раз я выезжал с ресторана и меня полиция остановила я получается прямо на дороге почти стоял но с краю и выезжал такси с этого же ресторана и врезался у меня ну просто вот я эту машину только там купил три недели назад но такие ситуации еще но еще без тому в том ехать можно 60 там 25 едет это нормально ему саш какой твой самый экстремальный поступок экстремальный поступок наверно в сочи прыгал с этой тарзанки хоть вот у меня в дубае тогда я не успел на сборах были у меня там абонемент не абонемент а купон есть вот с парашюта там прыгнуть тоже хочу прыгнуть но как бы не боюсь такой высоты там но мне нравится экстрим ну наверное из таких самое вот тарзанки в сочи прыгал саша ты креативно ведешь соцсети как на все хватает времени и не мешает ли это футболу да нет вроде них не мешает плюс у нас сейчас в медиалиге есть бей беги и я могу сказать что наоборот это немножко отвлекает и ты забываешь на какие-то моменты о футболе и это лучше мне кажется ну для меня лично как-то более комфорт не комфортно ну нет как сказать отдыхаешь тоже от футбола потому что условно если взять кубок финал с динамо там у нас через два дня игра мы с джики там команду нашу бей беги собираем то есть я по финале вообще не думал и спокойно как бы подошел финал без этой всякой паники там и так далее как бы мне это помогло если бы там условно я бы там не занимался этим то возможно бы чего-нибудь перегорел бы не знаю но в этом плане и отвлекаются очень сильно от футбола саш ты еще так молод но это неточно поэтому мне интересует следующий вопрос какие слова из молодежного сленга ты употребляешь а какие тебе бесят ну блин какие слова из молодежного есть ну какие-то слова конечно я знаю за счет компьютерных игр потому что там в основном играет молодежь и они их говорят там имба там и так далее давно блин много наверное слов знаю то сейчас так не не скажу какие ты активно занимаешься медиалитой что тебе мне так нравится 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 нравилось то ну что я смотрел за этим это было весело поешь там особо футбола нету но там именно открытость там всякие стычки там люди из этого и смотрят когда ты со стороны на это смотришь это прикольно когда у тебя своя команда ну как бы уже не до этого и как сказать вообще ты другую рану то ли ты смотришь что ли ты внутри находишься и вообще то есть сейчас медиалига идет и ни одного матча даже не смотрел кроме своей команды быть такое это вообще разное потому что надо там свою команду там тренировки там то 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 но более организационные моменты и уже сейчас мы вылетели сейчас будем готовиться третьему сезону так чуть тоже надо паузу взять отдохнуть потому что ну вообще разное это когда смотришь там все время что-то что-то все время надо сделать решить там какие-то вопросы заявки поле мечи там манишки форма ну короче как обычная команда только тут еще надо все это снимать там формирование состава там мы с георгием комплектуем его какие-то моменты то когда там мы взяли там администратора чтобы был там форму там раздавал и так далее мечи там поле бронировал а так ну активно во всем принимаем участие то мы смотрим ролики которые даже ребята сняли чтобы выпустить в принципе вообще полностью вовлечены в это саша как ты относишься к женскому футболу и смог бы ты когда-нибудь стать тренером женской команды абсолютно нормально отношусь женскому футболу ученки тоже молодцы играют вообще без вообще каких-либо претензий тренером ну не знаю сейчас пока не думал об этом но наверное глядя даже нами на свою медиа команд думаешь бы но хотелось бы попробовать потренировать но возможно почему нет как бы я думаю что дай бог лет через 10 там 12-15 ну когда я закончу может быть буду тренером ну как бы не говорю что я буду тренером но возможно как бы захочу эти этим заниматься но то что я думаю что после карьеры жизнь будет футболом от 100 процентов девчонки спасибо вам большое за вопросы вопросы реально интересные прикольные на какие-то как я уже говорил ответил серьезно на какие-то не серьезно поэтому еще раз вам спасибо было приятно услышать от вас и а